Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Микзамова Инкара Схатовна, учитель истории. Я представляю область Репесу, город Талдыкурган, среднюю школу гимназии номер 10 имени Шатлана Валиханова. Я участвую в конкурсе в номинации «Формирование и развитие функциональной грамотности школьников». Особенности формирования функциональной грамотности школьников на уроках истории Казахстана. Функциональная грамотность – это уровень образованности, который может быть достигнут учащимся за время обучения в школе. Функциональная грамотность предполагает способность человека решать стандартные задачи в различных сферах жизни. Выделяется несколько основных видов функциональной грамотности – коммуникативная, информационная и деятельная. Если дать пояснение этим видам функциональной грамотности, то они предполагают свободное обладение всеми видами речевой деятельности, умение осуществлять поиск информации в различных источниках, умение проявлять организационные способности, осуществлять самоконтроль, самооценку и самокоррекцию. Формирование функциональной грамотности реализуется во всех образовательных областях. Тема урока, что я хочу сегодня предложить, это казахско-джунгарское противостояние при Жангирхане. Исследовательский вопрос. Каково место Арбулакской битвы в истории мирового военного искусства? Цель обучения 6.2.2.3. Характеризовать достижения почебников в военном искусстве. 6.3.2.7. Оценивать военную тактику и героизм казахского войска в Арбулакской битве. Методы и приемы. Наглядная работа с видеороликом, практический анализ исторических источников по дескрипторам и сверху по образцу, формативное оценивание, самооценивание и взаимооценивание. Вовлечение всех. Для групповой работы были выбраны приемы деления на группы, работа по дескрипторам, индивидуальная работа – это работа с текстом и сверху по образцу, парная работа – изучение нового материала по приему рюкзака. Класс был поделен на 4 группы. 1. Используя материалы, приложения и полученные знания, провести исследование личности Жангерфана через реформы и внутреннюю политическую деятельность как правителя. 2. Используя материалы, приложения и полученные знания, провести исследование исторического значения битвы и анализ военного искусства кочевников в Арбулакской битве. 3. Используя материалы, приложения и полученные знания, провести исследование при посылке причин джунгарского нашествия. Четвертая группа. Используя приложение 1 и карту Арбулакской битвы, приложение 3 проанализируйте военную тактику казахов при Арбулакской битве. Уважаемый 6 класс, я вам раздала ваши образаточные материалы, у вас есть ноутбуки. Прошу сейчас по этим дескрипторам проработать ваши материалы и сделать мне один слайд. И эти слайды вы сейчас будете у меня защищать. Ваш дескриптор, ребята, вот они. Посмотрите, дескрипторы, они все есть, можете проработать отсюда, взять их отсюда. Дескриптор я вам тоже раздала, все ваши раздатки у вас есть, прошу, начинайте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первая группа. Пожалуйста, время закончено на обсуждение. Первая группа, пожалуйста, выступаем. Тайм-спикеры засекают время. Вот их слайд, пожалуйста. Спикеры от вашей команды кто? Я. Так, Ариенхан, пожалуйста. Задание 1. Первая группа. Ответ. Смерть Хак Назара, союз Бубахана с Бухарой и захват Самарканда. Задание 2. Ответ. Восстановление порядка в судебной системе, Жангир Хан ввел новую судебную систему, в которой судьи назначались на основе квалификации, а не связи или взяток. Это позволило справедливо разрешить споры и конфликты между суттанами, что в свою очередь уменьшило напряженность и насилие. Дипломатия и союзы. Жангир Хан ввел активную дипломатическую деятельность и заключал союзы с различными государствами и правителями, что укрепляло его позиции в регионе. Например, он заключил союз с регетом Биджапура, Рама, Раджи, чтобы остановить насыпление монголов на этот государственное образование на юге Индии и союз с распутскими правителями, чтобы обезопасить северо-западные границы империи. Эти союзы позволили ему иметь сильных союзников и снизить уровень напряженности и конфликтов в регионе. Таким образом, введение справедливой судебности, системы и активной дипломатии помогли Жангир Хану остановить междоусобную войну между суттанами во время его проведения. Задание 3. Ответ. 1835 год. Первый месяц. 1841 год. Светская школа. Обучение казахских детей в Российской империи. Дело производства. Архивное дело. Прививки от инфекционной болезни. Больницы и аптеки. Карты внутренней орды. Орожайная палата. Европейский образ жизни. Поощрял оседание кочевников. Уделял внимание посадке деревьев. Так. Алимфан, спасибо большое за ответ. Таймс Питер, он уложился время? Да. Аналитик, что это вы поражаете? Оцените первую группу. Алимфан? Да. Они приводят не менее двух аргументов, описывающих положение казахского ханства до Жангир Хана. Они анализируют не менее двух доказателей, остановившихся в междоусобную войну между султанами. Называют основные направления внешнеполитические связи с Жангир Ханом. Все. Спасибо большое. Таймс Питер, мы уложились вовремя? Вместе с оцениванием, вместе с ответными вопросами на Алимхана и Алимфан. Приложились? Все. Спасибо большое. Теперь отвечает у нас вторая группа. Пожалуйста, ваш слайд. И отвечает, кто у вас спикер? Да. И с вами кто у вас, айм спикер? Я. Альтарин, да? Пожалуйста, надо начинать. Первый вопрос. Особенность единства в казахском обществе необходимости обменения против захватчиков. Междуусобный и раздор казахских феодалов. Второй вопрос. Нурополитическое положение казахского ханства в конце 17-го, начале 18-го века было сложным. Производительные силы казахского общества развивались очень медленно. Производственные отношения были патриархальными и феодальными. Третий вопрос. Его роль в качестве предводителя казахского государства огромна и неоспорима. Он выиграл много войн и вошел в историю как один из лучших ханов казахского ханства. Ислам, спасибо большое за ответ. Итак, аналитики первой группы. Оцените команду второй. Да, они приводят не менее двух причин начала Буловской битвы. И да, они приводят не менее двух последствий битвы для джунгарского государства. И да, они характеризуют историческую значимость Буловской битвы для мировой истории, для истории Казахстана. Так, аналитик первой команды. Спасибо большое. Тайм спикер, мы уложились вовремя? Да. Все, спасибо большое за ответ. Теперь, слайд у меня защищает третья группа. Кто вы спикер, ребята? Да, да. Да, на кто вы ставим спикером? Яргияс. Аналитики следующей команды готовим ваши оценки по дескрипторам. Пожалуйста, начинай, Дана. Первая. Одна из причин джунгарских нашествий – это был захват чужой земли и вторжение в чужую землю. Произошло это в 1643 году в Меслицар-Булак, где джунгары попали за саду. Вторая причина – джунгаров, то есть завоеватели земель, интересовали огромные пастбища Казахского ханства и торговые местные центры Южного и Юго-Восточного Казахстана. Второе. Сражение было политическим и экономическим, так как джунгаров интересовали огромные пастбища Казахского ханства, хотели расширить территорию и пасти там свой сход на протяжении дня и своим скотом кормить свое ханство. Политическое. Потому что джунгарское ханство, то есть Джангирхан, не имел хорошей связи и отношения с соседними ханствами, и из-за этого пошло сражение за жизнь и за территорию. Третье. Чтобы дать отпор джунгарам, Джангирхан стремился установить союзнические отношения, связи с разными племенами, государствами, например, как с кыргызскими племенами, с бухарским и жаркенскими ханствами. Все. Спасибо, Дана, большое. По аналитике второго группы, пожалуйста, оцените третью, вторую группу. Определили не менее трех причин джунгарского вторжения на территорию Казахского ханства. Анализировали и описали ход-исход первой битвы между джунгарами и казахским ханством. Назвали основные направления внешней политической связи Джангирхана. Спасибо большое, Даша. Тайм-спикер, мы уложились вовремя или нет? Да. Спасибо большое, третья группа. И последняя на сегодня, четвертая группа. Пожалуйста, у вас самое сложное, у вас работа по карте. Кто вы спикер? Да. Ильнара. Кто вы, Тайм-спикер? Стас. Четвертая группа, Ильнара, спикер, пожалуйста. Первый вопрос, отличительные черты. Первое. Отсутствие единства в казахском обществе. Первое. Необходимость объединения против захватчика. Второе. Междоусобный раздор казахских феодалов. Второй вопрос. Название местности. Ущелье реки Орбулак, Джунгарского Алатау. Второе. Горный перевал Крунгетау в хребте Пойанетау. Тактика ведения боевых действий. Тактика ведения боевых действий был окопный метод. Джунгир использовал один из самых особенных методов. Поэтому один из нераспространенных методов раздробления сил кочельников. Вывод. У них есть отличительные черты. Именно поэтому они не похожи на какие-то другие племена и общества. Они использовали нераспространенную тактику боя среди кочельников. И из-за этого противники и захватчики не могли узнать их особый метод, чтобы проникнуть на землю. Работа по карте. Путь войск Джанирхана проходила через урочище Вестан с Казахского ханства. Продвижение джунгарской конницы проходило с Джунгари в Уэндетал. В этих местах проходили сражения. Спасибо, Эльнара, за ответ. Так, аналитик третьей группы. Пожалуйста, оцените по дескрипторам. Определили не менее двух отличительных черных Булахской битвы. Привели не менее двух названий местности или географических обозначений Булахской битвы. Определили вывод по анализируемому источнику. Спасибо большое аналитику третьей группы. Тайм-спикер, мы уложились вовремя? Да, мы уложились вовремя. Спасибо, Стас, большое. Итак, большое спасибо всем командам за выступление. Большое спасибо за работу. Все сегодня отлично у меня поработали. Всем спасибо за урок. До свидания.